всем привет меня зовут юля рубина я профессиональный дизайнер интерьеров и экстерьеров архитектурных форм с 2001 года занимаюсь проектированием и под настоящий день сегодня мы поговорим с вами о том что такое архитектурный концептуальный скетчинг как же учиться ловить идеи из головы да мы здесь не срисовываем не перерисовываем мы создаем с нуля из своей собственной головы какой инструмент нам нужен нам чтобы поймать идею за хвост когда у нас пролетает а может не 1 нам нужна быстрая схематичная зарисовка для этого мы используем любой первый попавшийся инструмент карандаш ручка все что угодно маркеры на худой конец графический планшет на тому же поэтому перейдем и посмотрим как это начинается и так берем маркеры или что у вас там под рукой определяем цветовую гамму там у нас появилась какая-то идея начинаем набрасывать ее я использую фаберкастр что использую лайнер что его ну во первых нужно знать перспективу да ну основы они уже в крови поэтому со временем двумя-тремя линиями вы уже выстраиваете перспективу схематично конечно же определяете масштаб вашего проекта в данном случае рисуем фут зону меряем метры определяем масштаб масштаб и набрасываем линии так слегка сначала до определяем место место стойки информационной сразу можно обозначить где у нас будут вывески логотипы бренда изучаем конечно же пропорции бренда их мы и используем в архитектурном решении далее начинаем прорисовать и сначала мы прорисовываем основной объем потом мы проходим уточняющими линиями и переходим постепенно в деталировки то берем маркеры и задаем цветовую гамму данного бренда три цвета черный красный салатовый не занимаются выращиванием салатов зелени огурчики всякие салатики и люсочка ну и конечно тему bio и к надо подчеркнуть это же конечно дерево да без дерева последний год ну прям почти ни один проект не обходится а вот про всем надоел уже дизайнерам сил нет но тем не менее заказчики еще используют его чтобы подчеркнуть экологичность своих продуктов пока другого ничего не придумали пока деревяшки лепим настоящие кстати вот вам и некая проблематика так ряд деревяшки мы набросали взяли бежевенький прошли светленьким темненьким ребрышки так 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 подказали подсветочку увидит меня не за крайне недокрашенная а это подсветка и подразумевается светодиодная теперь проходимся по по контрастам деталь ушечки то зеленушечка и готова вот вам и скетчинг сколько время ушло минут 15 тут немножко побыстрее 15 минут зарисовка готова ее можно показать клиенту можно для себя до уточнить какие-то моменты или менеджеру коллегам если совместная работа иногда же бывает эти брейн шторм вот вот для этих моментов когда командная работа очень удобно использовать скетчинг поэтому и обучиться думаю несложно пробуйте используйте как часть своего профессионального скилла пока пока а и Продолжение следует...